Библейский портал экзегет.ру представляет о самом послании. Написано оно было апостолом Павлом, когда апостол Павел находился в узах, как он об этом и пишет. То есть, когда он находился в заточении, в тюрьме, в Риме. Примерно это 61-63 год. Есть разные по этому поводу предположения, было ли это первое заточение апостола Павла, либо второе. Но большинство людей и большинство комментаторов склоняются к тому, что это было второе заточение апостола Павла. Было оно написано для колоссин. В этом городе апостол Павел никогда не был. И в этом городе проповедовали другие ученики, которых апостол Павел отправлял туда, имена которых известны. И мы с вами встретимся с ними и с их именами. В тексте непосредственно апостола Павла к колоссинам. Апостол Павел отправлял туда учеников для проповеди Евангелия, тогда, когда он находился в городе Ефесе. В течение двух лет город Ефес находится в 160 километрах от колосс. Вот такая предыстория. Если говорить в общем о послании, то главной темой здесь апостола Павла следующее, что апостол Павел укрепляет колоссскую общину в вере во Христа и предостерегает их от лжебратья и о том, что было у них некое такое уклонение в обожествление ангелов и в обожествление стихии мира. Все это было связано с тем, что люди, приходя из язычества, пройдя школу оглашения, но, тем не менее, по своему состоянию неофитства, почитали стихии мира, увлекались очень сильно различной эллинской философией. И апостол Павел предостерегает увлечение этому и уклонение от главной цели жизни, от веры во Христа, распятого и воскресшего. Также апостол Павел предостерегает и колоссиан от того же иудейства, как он об этом говорит и во многих своих посланиях, потому как также по тому же примеру приходили и иудеи, они проходили оглашения, принимали крещение. Но, опять же, как и язычники по своему такому неофитству во Христе, они предлагали все-таки еще держаться и ветхозаветного закона, на что апостол Павел указывает и отвращает их от этого уже теперь никому ненужного увлечения, исполнять то, что было некогда детоводителям ко Христу. Итак, первая глава, мы приступаем непосредственно к тексту. Апостол Павел пишет. Павел, воля Божия, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. Мы видим, что, как и во многих своих посланиях, в большинстве своих посланиях, апостол Павел начинает говорить и утверждает то, что он не просто проповедник, обычный, скажем, как рядовой, скажем так, член церкви Христовой, но он апостол. И апостол, который, как он в другие послания начинает, по которому явился сам Христос или призванный апостол, здесь он говорит, волю Божию апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат. То есть мы видим, что здесь он представляет и брата своего во Христе, епископа Тимофея, который был и его преемник. И как, опять же, об этом пишут и отцы церкви, и свидетелья на Златоуст в частности, о том, что Тимофей писал это послание, а апостол Павел лишь его под диктовку, как апостол Павел писал, как секретарь, и апостол Павел подписывает в конце послания о том, что здесь подписано это моей рукой, собственноручно. «Находящимся в колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодарить вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас». Такие первые слова апостола Павла. Апостол Павел, мы видим, что он благодарит Бога за что же? За то, что Бог дал такую хорошую жатву, жатву проповеди Евангелия в городе Колоссах, и люди, которые теперь стали его братьями и сестрами во Христе, он благодарит за это Бога. И далее говорит не только «благодарю за это Бога, но и молюсь о вас», как он продолжает в 4 стихе, «услышав о вашей вере». «И надежде», 5 стих упования, «в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод и возраст, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине». Так пишет, об этом дает такой комментарий блаженный Августин, пишет следующая цитата, «Принося плод и возрастая во всем мире, сказал Бог словами апостола, будьте мне свидетелями в Иерусалиме и во все Иудеи, и Смари, и даже до края земли». Конец цитаты. То есть, таким образом, есть и другая также цитата того же блаженного Августина, которая объясняет, что апостол Павел в этом приветствии хочет сказать колосской церкви. Цитата, «Церковь святую, мать нашу, словно небесный Иерусалим, святой град Божий, почитайте, любите и проповедуйте. Она та, которая в вере, церковь Бога живого, столб и утверждение истины», послание 1 Тимофею 3.15, «в причащении таинством терпящие злых, которые в конце надлежит отделить, и от которых пока она отделяется в силу несоответствия ей их нравов». «Ради пшеницы среди соломы теперь изнывающей должна часть которой, причитающаяся житница, обнаружится при последнем просеивании, она принимает ключи Царствия Небесного». Конец цитаты. То есть, мы видим, что блаженный Августин здесь говорит о важности проповеди и Христа, и Церкви Его, потому как православное богословие, осмысление этого вопроса, вопроса экклезиологии никогда не отделяет Церковь от Христа. Об этом апостол Павел пишет и в послании к Ефесиным. Здесь он эту мысль, как мы увидим в дальнейшем, выразит более ярко. В первой главе, это же глава в 18 стихе, что Христос есть глава, а Церковь — его тело. Поэтому блаженный Августин здесь и наставляет, что необходимо проповедовать Христа и Церковь Его, где человек обретает спасение, где человек утверждается в истине, потому как, приводит блаженный Августин слова епископа и апостола, ученика апостола Павла, Тимофея, что Церковь есть столб и утверждение истины. И мы читаем далее. «Как и научились от ипофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова». Вот то самое указание на ипофраса, о котором было сказано во вступлении, что именно он, по поручению апостола Павла, был отправлен в это миссионерское путешествие, в городе Колоссы, где, в общем-то, и произошла такая благоприятная жатва, за которую, снова повторю, апостол Павел начинает возносить благодарение и молиться за людей, пришедших и принявших Христа как Спасителя, который известил нас о вашей любви в духе. «Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости, разумении духовном». Видим, что апостол Павел говорит очень важные слова, что мало того просто уверовать во Христа, а просто стать христианином. Необходимо еще и утверждаться в исповедании веры. Как? Так он говорит, что просим о вас, чтобы вы исполнялись познанием воли Божьей. А откуда мы можем узнавать волю Божию? Мы не сядем же, мы не будем говорить, «Господи, ну какая воля Твоя?» Хотя это хорошая молитва и хорошая просьба, но надо помнить, что Бог нам дал книгу, которая так и называется, «Откровение». У этого, если хотите, у этого слова есть два значения. Первое значение — это то, что Бог нам хочет открыть о себе, то есть ту волю, которую Бог хочет открыть о себе, для нас, о мире, о всех событиях, которые происходят. Вот оно, откровение. И второе значение — это то, что Бог вызывает, или приглашает, лучше сказать, Бог приглашает нас с вами на откровенный разговор с собой. «Удивительное пренебрежение есть чтением Священного Писания». Меня, как человека, любящего чтением Священного Писания, всегда удивляет, почему сегодня в таком доступе разные форматы, пожалуйста, такой маленький, большой, какой хочешь, в электронном виде, чего только нет. И меня удивляет, почему люди не обращаются для того, чтобы узнать волю Божью, как пишет апостол Павел. «А вас, — говорит, — чтобы вы исполнились познание воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». И далее продолжает. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая, опять же, — он пишет, — в познании Бога». То есть плоды возможны только тогда, когда мы знаем, как правильно их приносить. Это во всяком деле. Возьмите, например, скажем, в огородничестве. Есть свои законы. Называется целая наука. Как? Агрономия. Агроном. То есть агрономус. Законы земледелия. Для того, чтобы действительно вырасти хороший плод, чтобы собрать хороший виноград, это сколько лет нужно, сколько надо на этом трудиться, чтобы яблонь, она там по весне у нас не съела ее тля, тут и обрабатывают, и навозом обкладывают, и ствол там белят известью, для того, чтобы черви там не завелись, и прочее, и прививание там. Но это целое искусство. Я уже не говорю. Это о мире растительном, о мире животном. Вон, возьмите, пчела, которая мед носит. Все думают, что пчеловод сидит там на пасеке, она как-то сама там пчела все это носит. Там столько всего, что называется, рук не покладая. То есть кто к этому когда-нибудь имел дело, или хотя бы вникал. И так везде. И так в любом деле. А для чего? Чтобы был плод. Чтобы принести этот плод, необходимо к любому делу, внимание, подходить со знанием дела. Почему мы думаем, что в вопросах духовной жизни это что должно как-то само собой так без всякого знания так образоваться? Ну, это какая-то беспечность, либо халатность. А скорее всего, ленность, которая, да, такой есть бес, он так и называется, лень. Вот он мучает всех уже просто. Поэтому надо привозглагать, и поэтому апостол Павел так и пишет, что возрастая в благом деле, в познании Бога, укрепляли всякую силу, помогучиться славой Его, во всяком терпении, видите, без терпения нет смирения, без смирения нет спасения. В всяком терпении, великодушии, с радостью, вот как приступать к познанию воли Божией, с терпением, с великодушием, то есть отсечь все какие-то недовольства, великодушием и с радостью, как апостол пишет, радость ваша добудет. Совершенно. И вот по этому поводу пишет также святитель Иоанн Златоуст. Цитата. Апостол Павел указывает на жизни дела, ибо так он это всегда делает, всегда с верою соединяет образ жизни. Ведь кто знает Бога и удостоился быть рабом Божьим, даже сыном, от того смотри, какая требуется добродетель. Смысл этих слов такой. Мы усиленно молимся, говорит, чтобы вы вели жизнь добродетельную и достойного вашего звания и стояли твердо, как следует, укрепляемым от Бога. Поэтому он пока еще не касается догматов, но ведет речь о жизни. Конец цитаты. И мы читаем с вами далее. Укрепляясь, говорит, всякую веру, терпением, великодушием, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во Христе. Бог призвал нас быть наследниками, наследниками святых во Христе. Свидетель Василий Великий пишет по этому поводу следующее. Цитата. Сосуды Бога. Ибо Сам, взяв сильного, то есть сатану, расхитил его сосуды, то есть нас, которых сильно употреблял на всякое лукавое действие. И Сам соделал нас сосудами, благопотребными владыке Христу, через уготовление того, кто зависит от нас на всякое доброе дело. Так, обретя через него приведение к Отцу, мы были перенесены от власти тьмы к участию в наследии святых во свете. Конец цитаты. Есть интереснейшие слова, которые мы с вами, которые, которыми мы молимся каждое утро. И как прежде, поработав сатанель, стил, мы наипаче поработаю тебе, Господу Богу моему, Иисус Христу, во всякие живота моего, ныне присно и во веки веков. Аминь. Очень важные слова. Как прежде, поработал сатанель, стил, так поработай тебе, Господь. Как мы работали сатанель, стил, да, все силы полагали. В этих вечеринках там и по ночам сидели, не спали, мучили себя алкогольными там напитками, упиваясь там до иногда до поразячего, что называется, как визга. Все это было. Поэтому ни сил не жалели ничего и в воровстве, и в прочих грехах, от которых Господь нас избавил, там и льсти, и лицемерие. Теперь Господь говорит, вот как прежде вы работали, стане льстивым, поработаю, теперь Господь, мы сами, вернее, этого просим. Как прежде поработал, стане льстивым, так теперь поработаю Господу, Богу моему. Не жалея ни сил, где-то пренебрегая, может быть, своим сном, какими-то удобствами, для того, чтобы действительно поработать Богу в познании Его воли и в проповеди Евангелия. Сказано, кто дело Божие делает с пренебрежением, тому грех. Сказано, все, что вы не делаете, не делали, любое дело, делайте так, как будто вы это делаете для Господа. Любое дело, даже самое мелкое. Итак, мы с вами, да, вот свидетель Анзатаус еще пишет по этому поводу, «Только свободный дар Бога», цитата «Для чего же Павел называет это наследием?» С целью показать, что добрыми своими делами никто не приобретает царство, но как наследие зависит больше от такого вот просто случая, то есть дали наследство и все, ты родился, так и здесь. Никто не обнаруживает такой жизни, чтобы быть достойным царства. Все это есть дар Божий. То есть мы прилепились как та дикая маслина, прилепилась, дикая ветвь прилепилась к лозе. Так и мы прилепились к этому всему. И мы никогда не сможем своими делами добрыми заслужить Царствие Божие, но мы наследники, как по вере во Христа. А все наши дела это просто плоды, это показатель нашей веры, если хотите, но никакие не заслуги. «Избавляющий нас от власти тьмы, как было сказано, да, и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». В котором мы имеем искупление крови его и прощение грехов. То есть здесь апостол напоминает нам о том, что мы искуплены от греха, от греха, крови Христовой. Почему? Потому что то, что произошло в Эдемском саду, это не был просто безнравственный поступок Адама и Евы. Поэтому мы говорим о том, что христианство, это православие, это не просто религия, культуры и этики. Там тогда, на заре человеческой истории, была глубоко повреждена человеческая природа. Она изменилась. Человек, будучи духовным, по своему состоянию, и тело его было совсем другим, и мир, который его окружал, он был совсем другим. Он не был поврежден тлению и греху. Человек был сотворен Богом для обожжения, чтобы стать, если хотите, Богом с маленькой буквы. Но человек отступает от Бога, он впускает в смерть самого себя, и смерть входит, и тело человека изменяется, и физиология человека изменяется, и человек приобретает вот эти кожаные ризы, и природа, которая, помню, ведь как Адам, к нему приводили зверей, а он называл, он давал имена. Вот Гераклит говорит, кто был самый мудрый человек в мире. Это Гераклит, это греческий философ, он отвечает, тот, кто всему дал имена. И вот у человека была такая власть дать всему имена, всему тварному миру, еще до своего отпадения от Бога. Такие были его умственные способности, он был величайший, нам там в разы, там даже сравнения здесь, наверное, такого нет, превосходящий сегодняшний ум человека. каким был первый Адам? Но он отпал от Бога, изменилась его физиология, природа, которой он был поставлен как венцом творения, и природа изменилась, она деградировала. Поэтому, для того, чтобы восстановить человека в своем достоинстве, в его достоинстве, которому Бог его и предназначил, нужно было самому Христу прийти и умолить себя, принять эту человеческую природу и исцелить ее в самом себе, соединиться, не раствориться с ней, как мы говорим в Хоккедонском исповедании, не слияно, нераздельно, неразлучно, неизменно. Бог соединился с человеком и вознес это греховное человеческое естество, преобразив его греховное человеческое естество своим божеством во святая святых во святую Троицу. Поэтому апостол Павел здесь напоминает, что не просто дал нам законы, не просто какие-то моральные правила, но сам пришел, сам пришел в этот мир. Это, конечно, не всегда доходит и не до всех к тому настолько сегодня, как выражается церковь дебилость ума человеческого, что человек это слышит, но никак этим не проникается. Это все результат того, о чем здесь апостол Дарья будет продолжать увлечение всей другой посторонней информации. А ведь надо сказать, что человек и его резерв он не безграничен, даже восприятие чего-то. Мы знаем, что любое тварное существование ограничено. Это мы думаем, что мы всегда будем способны воспринимать информацию, какой поток на нас обрушивается и у нас никогда это не угаснет. Угаснет и еще как. Есть даже какое-то такое заболевание, когда человеку запрещают уже, они говорят, так, стоп, все, ресурс памяти он исчерпывается и надо остановиться пока просто не отчерпать другую новую информацию. Это точно. И вот апостол Павел пишет и напоминает колосянам о том, что мы искуплены кровью, то есть от этого состояния смерти и прощения грехов, в которой есть Христос образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, как мы с вами исповедуем, рожденный нестворенный единосущно Отцу им же вся выше. То есть Христос действительно он рожден прежде всякой твари. Он рождается, мы знаем из стагматического богословия, что рождается всегда, предвечно его рождение, не было у него ни начала, не было его окончания, и Дух Святой всегда исходит от Отца. И вот интереснейшее здесь в 15 стихе слово «он есть образ». Образ по-гречески икон, икона. То есть Христос по сути стал иконой. Поэтому все, кто опровергает икону почитания, но веруют в Иисуса Христа, на самом деле они просто не различают в Священном Писании святые изображения от идольских изображений, извояний. Не различают предание апостольское и предание человеческое, которое осуждает Христос. не могут различить чашу Христову, в которой есть тело и кровь его, от чаши бесовской, о которой сказано в книге «Откровение», что блудница Илонская напоила чашей яростью гнева своего и прочее, прочее. То есть святое от грешного. Поэтому апостол Павел в послании к евреям говорит, что у вас должны быть те же чувства, что чувства ваши должны быть навыком научены к развлечению добра и зла. А где мы этот навык обретаем? В чтении священного Писания, но не своим рациональным разумом, а в Духе Святом. О иконопочитании можно посмотреть книгу «Исход», 20-я глава. Там достаточно подробно об этом все было рассказано. «Ибо им создано все, что на небесах и на земле». Здесь апостол Павел утверждает очень важную мысль, что в творении мира принимала участие вся Святая Троица. Видимое и невидимое престол, или господство, или начальство, или власть, или все им и для него созданным. Мы видим, что Бог творит и начало, и власти, и силы, то есть и мир видимый, и мир, который для нас невидим. Мы знаем, что Бог сотворил и ангельский мир, это серафимов, херувимов, престолы, господство, силы, власти, начало, ангелы, архангелы. И вот серафимы, это пламенеющие, да, начало там отвечают за, они над, подставлены стихиями природы, над народами, городами и царствами, силы, это силы небесные, чудодейственные, власти, свидетели-носители Божьего всемогущества и власти, престолы, величие Божие, огненные колеса, крылья, означают величие Божие и так далее. Подробно об этом можно прочитать у Дионисия, святого Дионисия Арипагита, которого апостол Павел и обратил свою проповедью, которая сказана в книге Диония Апостола в 17 главе, когда апостол Павел зашел в Риапах, то там он достучался до сердца этого философа Дионисия Арипагита, и он обратился, даже потом стал епископом и написал вот этот удивительный труд, о небесной иерархии, и, надо сказать, он удивителен тем, что рассказывает нам о том, что в этом мире не все само по себе как-то движется, и все по само себе как-то происходит. Например, архангелы, они небесные учителя власти, у них еще есть и такое Божие поручение, скажем, управлять и властями, власть имущими, и они где-то подсказывают, где-то как-то корректируют начальство тоже над природой, над стихией мира. Надо просто сказать, если бы все было пущено на самотек, и Богом никак бы не управлялось, то, как святитель Иоанн Златоуст пишет где-то в одном своих трудов, что тогда началась война всех против всех. То есть, такой бы хаос воцарился, что нам даже сложно себе представить. Поэтому Бог промыслом своим, через своих служебных духов управляет всем. И апостол Павел здесь это говорит не случайно, как мы с вами видели в самом начале в предисловии, что они увлеклись тем, что начали поклоняться тварь вместо Творца Колосины. Было у них еще это еленское такое у особенного язычников. Они начали создавать там свою агеологию, скажем, поклоняться ангелам, стихиям мира. И поэтому апостол им напоминает, что Он Бог управляет всем миром. Он прежде всего и все им стоит. Он есть глава тела церкви. Он начаток первенца из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо блогодно было Отцу, чтобы в нем обитала вся полнота. То есть, во Христе обитала вся полнота божества телесно. Ибо посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. Если бы не произошло тогда этого события рождения Христа, его смерти, воскресения, то мир уже подошел к такому состоянию апогея, то когда, как сказано апостолу Павлу, когда пришла полнота времени, Бог явил Сына Своего, то есть, мир уже был настолько напряжен и развращен, что могла бы быть уже катастрофа развращения, когда человек развратился в своих грехах. То есть, началась война всех против всех. Но приходит Христос, и кровью своей примеряет земное и небесное. И нас, пишет апостол Павел, нас, бывших некогда отчужденных и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, где ныне в плоти его, в церкви, где еще, как это, в таинствах Христовых, он примиряет нас, смерти его, чтобы представить нас святыми, непорочными, неповинными перед собою. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благоествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Апостол Павел здесь пишет очень важные слова. Он говорит, я сделался служителем благоествования Христова. Я сделался служителем благоествования Христова. То есть, этими словами он говорит, что главная цель, для которой вообще Христос и пришел в этот мир, и церковь свою создал здесь на земле, это для спасения рода человеческого. Но у церкви есть главное предназначение. Какое? То же самое, которое было и у Спасителя. Какое же? Бог, Отец посылает Сына в этот мир. Для чего? Чтобы взыскать и найти погибшее. А кто такой Христос? Как он еще называется? Он называется Логос, то есть Слово. Чем Христос, или лучше сказать, как Христос спас род человеческий? Призвал его к покаянию. Первый перемены ума. Первые слова, которые Спаситель говорит, выходя на проповедь, это поменяйте свое мировоззрение. Отвратитесь от этих ваших всех логистических представлений, о которых вы думаете, что вот, как говорил Владимир Соловьев, да, славяный фил, в своей работе, по-моему, три силы, он пишет, не ко всему нужно прикладывать деревянный аршин ума своего. Человек, подожди, остановись, ты хочешь своей логикой рассудить все события твоей жизни, тут в самом себе не разберешься, а у каких-то тут, да, поэтому остановитесь, как сказано про Океереви на путях ваших, и познайте, что есть путь древний. Так и говорит, что я сделался домостроителем, я сделался благовестником, да, и дальше будет говорить уже о домостроительстве. Интересное слово, кстати, домостроительство, экономия, вот мы очень часто говорим, а с греческого ведь домостроительство переводится как экономия, но есть экономия, да, а есть действительно духовная экономия, когда человеку даются Богом советы, как выстроить свой внутренний духовный мир, как осмыслить, как прежде всего навести порядок внутри себя, где обрести этот фундамент, о нем сказано, фундамент есть Христос, Слово Божие. Поэтому апостол так и пишет, что я сделался служителем, ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело его. Что это означает скорби Христову за тело его? Преподобный Ефрем Сирин пишет, цитата, Павел говорит, я нисколько не огорчаюсь теми страданиями, коли претерпел я и терплю, ныне даже радуюсь в страданиях за вас, поскольку стараюсь восполнить в плоти моей, то есть, чтобы за жизнь мира носить мне в себе в самом все скорби Христовы. Ведь если отлученным от Христа желал сделаться он за жизнь распинателей, здесь преподобный Ефрем Сирин напоминает слова апостола Павла посланием к римлянам, когда апостол Павел восклицает, что я сам готов был отлученным от Христа ради братьев моих по плоти, то есть, по сути, он говорит за евреев, он у себя говорит, я иудей за иудеев. И апостол Павел здесь напоминает, Ефрем Сирин напоминает, ведь если отлученным от Христа желал бы сделаться он за жизнь распинателей, и далее продолжает, то внешнюю жизнь тела своего тем паче предал бы он за язычников именно за тело его, то есть, язычники, которые вошли в тело Христова, которая есть церковь, то есть, за тело Христова желаю страданиями тела моего восполнить недостаток церкви его, конец статуры. А что значит недостаток церкви его? А то, о чем говорит Спаситель, о чем пишет апостол Павел также, не медлит Христос в своем пришествии, а почему же, где же, доколе, Господи, доколе, как взывал псалмопеист Давид, ты будешь терпеть беззаконие человеческие, а почему Бог медлит? И на это отвечает апостол, не медлит Бог в пришествии своем, но долго терпит, чтобы, если возможно, привести еще к раскаянию и других, и восполнить тело Христова людьми, покающимися и вошедшими в его церковь, а впоследствии, имея надежду войти и в царствие Божие в вечную жизнь во Христе и со Христом. И мы читаем. Далее, которым он говорит, я и сделал со служителем по домостроительству Божию, вверенную мне для вас, чтобы исполнить слово Божие. «Тайну, сокрытую от века и родов, ныне же открытую святым его». Он говорит, это великая тайна домостроительства Божия, которой благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь и подвязаюсь силой его, действующим во мне могущественно. Вот в чем апостол Павел видит весь смысл жизни. Для того, чтобы весь смысл жизни он видит в том, что и выразил Христос всего лишь в нескольких словах, которые уже и были произнесены выше. В чем в том, в чем видел их и Спаситель. В чем же прийти, найти и взыскать погибшее. Вот к чему стремится апостол. Он так и пишет, чтобы, научая всякой премудрости, представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. И как он скажет об этом в книге «Деяниях апостолов», когда давал перед своим, он знал, что он будет умершлен и знал, что пострадает, и в своей, скажем так, прощальной проповеди и давая наставление пресвитерам церквей, он так и говорил, «Я и самой жизни не жалею, то есть этой земной жизни, ради того, чтобы спасти хотя бы некоторых». Так он пишет. Поэтому будем помнить, и вот надо сказать, что когда мы читаем Священное Писание, надо сказать, что оно отрезвляет, отрезвляет духовно, дает наставление, и мы сразу понимаем, что есть белое, что черное, для чего, в чем вообще смысл жизни человека, какова цель церкви здесь, устроенной самим Христом, она выражена здесь в словах апостола Павла. Он так и пишет, «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой его, действующей во мне могущественной?» Для чего же? Чтобы, прозумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok